Добрый вечер, в эфире Вескарачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Глава Республики Рашид Тимрезов в Москве обсудил с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзулиным ситуацию в ЖКХ и планы по дальнейшему развитию. Как в Республике реализуются нацпроекты здравоохранения «Демография» о проделанной работе и планах на будущее рассказали на заседании Минздрава. Подарок ко дню победы получили военнослужащие СВО. Единый штаб совместно с партией «Единая Россия» отправили 8 тонн гуманитарного груза и письма от школьников. На таких примерах должна расти молодежь. Преградный прошел турнир по борьбе среди студентов в памяти прославленного летчика Героя России Канамата Баташева. Сегодня в Москве глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с министром строительства и ЖКХ Республики Ренатом Семеновым встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзулиным. На встрече обсудили текущие ситуации и планы по развитию этой отрасли. Прошлый год, год столетия Карачаева Черкесской Республики был ознаменован большим количеством сданных в эксплуатацию объектов, образования, культуры, спорта, благоустройства и дорожной коммунальной инфраструктуры. Начат большой объем работ по строительству систем водоснабжения в различных населенных пунктах. Республика в этом году темпов не снижает, отметил глава Республики Рашид Тимрезов. В рамках реализации национальных и федеральных проектов, а также госпрограмм в России и в регионе ведутся мероприятия строительства, реконструкции и капитальному ремонту по благоустройству 213 объектов. Министр позитивно оценил темпы ввода многоквартирного жилья, в котором регион находится в пятерке передовых по стране. Также Ирек Файзулин поддержал планы по дальнейшему развитию строительной отрасли Республики. В зале филармонии города Черкеска состоялось заседание коллегии Министерства здравоохранения Республики по председательствам руководителя ведомства Казима Шаманова. На собрании отчитались за прошлый год и наметили планы на текущий. Альвина Курачинова-Кенжева подробнее. Основным докладчиком выступил министр здравоохранения Республики Казим Шаманов. По словам министра, успешно реализуется национальный проект здравоохранения, в рамках которого строятся новые лечебные организации, проводятся капитальные ремонты ветхих зданий, закупаются оборудование, а также лекарственные препараты. Смертность в 2020 году снизилась в сравнении с 2021 годом на 21%, но еще не достигли до пандемийного уровня. По-прежнему болезни системы кровообращения являются главными причинами смертности. И закономерно имеют наибольший потенциал, потенциальный вклад в рост продолжительности жизни по 40% от общего числа умерших. Оказание смертности от злокачественных новообразований внешних причин достигнет значения ниже 2019 года. Вместе с тем занимают вторую строчку смертности. На третьем месте это внешние причины. На коллегии говорили о своевременной и полной реализации всех запланированных мероприятий национальных проектов здравоохранения и демографии, выявляемости заболеваний на ранних стадиях, своевременном и полном обеспечении лекарственными препаратами льготной категории граждан, до укомплектования квалифицированными медицинскими кадрами системы здравоохранения республики. Важнейшим инструментом достижения национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни являются национальные проекты здравоохранения и демографии. реализация которых осуществлена практически в полном объеме. Главная цель текущего года – добиться роста продолжительности жизни населения за счет снижения смертности. В этом году будет подготовлено 6 психологов, будет создано региональное отделение фонда поддержки участников СВО. Также говоря о диспансеризации, то она должна активно инициироваться самими докторами среди населения. С 2018 года возобновлена программа «Земский доктор». За последние 5 лет привлечены, считаю, трудовую деятельность 141 врач. В 2020 году планируется привлечь 20 врачей в сельскую местность по следующим специальностям. Врач-педиатр, врач-терапевт, врач-анаселевый тренингоматолог, врач-котоларинголог, хирург, психиатр и врач-термогенировок. Было подчеркнуто, что в отрасли трудятся настоящие профессионалы, благодаря которым улучшается качество медицинской помощи населению. Необходимо, чтобы каждый житель республики, независимо, где он проживает, в городе или селе, чувствовал себя уверенно, что в нужное время медицинская помощь придет к нему. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В День Победы участники СВО получили особый гуманитарный груз от жителей Карачаева-Черкесии. Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии правительства Карачаева-Черкесии сформировал для них большой груз 8 тонн. Это продукты питания, питьевая вода, изделия местных производителей. Подарки к празднику получили солдаты, проходящие службу в составе 100-й отдельной разведывательной и 34-й отдельной горной мотострелковой бригады, рассказал руководитель исполкома партии «Единая Россия» в республике Руслан Джамбаев. Школьники Карачаева-Черкесии тоже внесли вклад в эту акцию. Они написали нашим солдатам теплые поздравительные письма и сделали открытки своими руками. Нашим ребятам, которым сегодня очень непросто приходится на передовой, и думаю, что то внимание и ту заботу, которую проявляют жители нашей республики, и меценаты, благотворители, организации навсегда будет своевременной и нужной. Потому что то, что мы сегодня делаем, это, конечно, тот неоценимый вклад в нашу общую большую победу. Актив регионального отделения «Единой России», депутаты всех уровней, представители городской и районной администрации, навестили ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла. Свои поздравления с Днем Победы они адресовали жителям Уст-Джигутинского района. Наталье Железняковой, Марии Хутовой и Федоры Смородину. Гости передали им подарки от руководства Карачаева-Черкесии, района, регионального отделения партии «Единая Россия», а также именные письма, которые написали героям школьники. В этот радостный день для ветеранов прозвучали военные песни в исполнении известных артистов республики. Судебные приставы высадили ко Дню Победы аллею саженцев Катальпы в Покровском парке города Черкеска. Красивые декоративные деревья с крупными листьями и нежными белыми цветами несомненно станут прекрасным украшением зоны отдыха для жителей и гостей республики. Вскоре саженцы подрастут и будут живыми напоминанием всем о подвиге воинов-освободителей. Это дань памяти всем, павшим в страшной и жестокой войне по защите нашей Родины. Сохраним память о победе все вместе, отметили судебные приставы. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok В редакции газета «Карачаевс» состоялось награждение школьников-победителей конкурса на знания карачаевской литературы. В этом году основные вопросы были посвящены авторам карачаевских произведений, и сам конкурс был направлен на оперативность в выполнении заданий. Исполняющий обязанности министра Карачаева Черкесии по делам национальности и массовым коммуникациям о печати, Ислам Кубиев отметил важность и необходимость подобных мероприятий, поскольку они способствуют сохранению и изучению родных языков, а также расширению кругозора школьников. В ходе торжественного мероприятия Ислам Кубиев, главный редактор газета «Карачаев» Альберт Узденов, заместитель председателя общественной организации «Карачаев» Ландхолк Сулеймен Баташев, а также поэты Дина Мамчуева, Махмуд Кубанов и Хусейн Лепшоков поздравили ребят с победой и вручили им почетные грамоты и призы. Кроме того, были вручены благодарственные письма учителям карачаевского языка и литературы, обучающим лауреатов конкурса. По итогам конкурса победителями стали ученицы 11 класса средней школы поселка Правокубанский Арина Бадахова, педагог Белла Киикова. Ученица 10 класса средней школы «Села Важная» Аланея Тимрезова, воспитанница Алины Тимрезовой. И ученик 9 класса 2 школы города Черкесская Джамал Байчоров, учитель Фатима Заузанова. В станице Преградной прошли всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе, посвященные памяти героя России, генерал-майора авиации Канамата Баташева и 78-ю годовщине Великой Победы. 350 спортсменов из 20 регионов страны приняли участие в трех видах борьбы. На открытии турнира побывал Алихан Лепшоков. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди студентов собрал лучших борцов со всех регионов страны. Схватки проходили по нескольким дисциплинам. Греко-римская, вольная борьба среди парней и девушек. От имени главы республики всех участников поприветствовал председатель Народного собрания Карачаева Черкесии Александр Иванов. Данные состязания посвящены памяти героя России Канамата Баташева. Именно на примере таких людей необходимо воспитывать нашу молодежь, отмечали собравшиеся. Это нужное дело. Наши младшие должны сдать подвиги наших старших. И, конечно же, низкий поклон фамилии Баташевых за такого уважаемого старшего сына. И хотел бы пожелать всем спортсменам, чтобы победил сильнейший, а болельщикам ярких схваток. Организаторы соревнования уверены, что масштабный турнир будет способствовать укреплению дружеских отношений между различными спортивными школами борьбы регионов России. Сегодня мы вспоминаем героя России, генерал-майор авиации Канамата Хучевича Баташева. И посвящаем его память эти спортивные соревнования. Хочу пожелать участникам соревнований красивой, честной борьбы. Пусть победят сильнейшие. В состязании принимали участие борцы-студенты из Мариупольского государственного университета имени Куинжи Донецкой Республики. Преподаватель этого вуза и судья международной категории Андрей Матиченко выразил свою благодарность организаторам соревнований. Мы очень благодарны. Мы от нашего университета привезли письма о благодарности. Еще раз верим, что город наш возродится и мы сможем достойно представлять свой край на таких престижных соревнованиях. На открытии присутствовали известные спортсмены, которые поздравили участников и наградили тех, кто помог в организации турнира. «Высокую технику и волю к победе демонстрировали участники соревнований. Эти состязания помогают приобретать необходимый профессиональный опыт, отмечают борцы». «Это большой опыт для нас, очень помогает нам в борьбе в будущем, чтобы мы лучше выступали на таких всероссийских международных турнирах. Моим партнерам по команде хочу пожелать удачи, чтобы им повезло больше, чем мне, чтобы они выиграли все свои встречи». По итогам соревнований три медали завоевали борцы нашей республики. Серебро у Денислама Булурова и Ануара Чагарова. Бронзу взял Марик Шебзухов. Победители разных весовых категорий примут участие в чемпионате России и на международном фестивале университетского спорта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Урубский район. В спорткомплексе МВД России по Черкесску прошло соревнование по волейболу среди девушек. Мероприятие организовано в рамках празднования юбилея создания патрульно-постовой службы МВД России, которой в 2023 году исполняется 100 лет. Начальник отдела организации охраны общественного порядка МВД по Карачаево-Черкесии Шамиль Тахчуков обращается к юным волейболисткам. Отметил, что приятно осознавать, что молодое поколение большое внимание уделяет спорту, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни и формирование позитивных жизненных установок. Он пожелал спортсменам показать зрелищную игру, которая будет сопровождаться атмосферой дружбы и взаимоуважения. Соревнования проходили по круговой системе и заняли весь день с учетом перерыва на обед в полицейской столовой. В результате состязания победу одержала команда 20-й век из Черкеска. Второе место заслужили также волейболистки из Черкеска. Команда «Огненные львы» бронза досталась спортсменам из аула Хабес. Победителей призеров и участников турнира, посвященного столетию патрульно-постовой службы полиции, отметили кубками, медалями и грамотами. Это все вещи на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Катюша». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова